Организаторы уже 13-го по счету губернаторского бала приоткрыли тайну. Впервые за всю историю отличившиеся во время учебы девушки и юноши исполняют музыкальное пупури, собранное из танцев народа в Кубани. Выпускники станцуют под зажигательные казачьи, еврейские, греческие, армянские и адыгейские ритмы. Конечно, главным танцем станет вальс, но не современный, а родом из 16-го века. Выпускники будут повторять паз за испанскими дамами и галантными кавалерами эпохи Возрождения. Станцуют ребята и под латиноамериканские ритмы – энергичный ча-ча-ча и веселый хастл. Обязательным для бала танцем ребят обучает профессиональный хореограф. Но прежде Елена Коновалова сама прошла обучение на специальном семинаре-практикуме от главного хореографа мероприятия. Хочется, конечно, чтобы это было и синхронно, и красиво, и, конечно, эмоционально. Чтобы они сумели передать характер каждого танца и чтобы получали от этого большущие удовольствия. Так случилось, что лучшие выпускники Сочи, прошедшие отбор для участия в губернаторском балу, ранее не занимались танцами. Хореографу непросто, но ребята доказывают, что талантливый человек талантлив во всем. Находят время и для подготовки к ЕГЭ, и для репетиций. ЕГЭ – это для ума, для родителей, чтобы они были спокойны. А губернаторский бал – это действительно такая финишная прямая учебного года. Найдется время и для бала, и для ЕГЭ. Если ты выбрал губернаторский бал, уж будь, пожалуйста, готов к нему. Среди 1700 счастливчиков, которые поедут на губернаторский бал, победители Олимпиад, конкурсов, золотые медалисты, ребята с особыми достижениями в спорте и творчестве, волонтеры. 13-й губернаторский бал по замыслу организаторов обещает быть одним из самых зрелищных и масштабных мероприятий года. Лучших выпускников с окончанием школы 24 июня лично поздравит глава края Вениамин Кондратьев.